Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой крутой карты. Как сбежать с дома Грифера? Что это такое и чем мы будем заниматься, вы узнаете чуть позже. А я, ребята, также хочу вас попросить поставить лайк. 2500 лайков, сразу выходит новая серия, ребята, никогда не забываем об этом. Честное слово, я рад каждому вашему лайку, ребята, я знаю то, что вы большие молодцы, и вам не так-то сложно потратить 2 секунды на лайк. И чтобы подписаться на мой канал, потому что, ребята, я всех вас люблю, я всех вас очень ценю, потому что каждый путешествие для меня как друг, ребята, честное слово. Больше мы с вами тянуть не будем и сразу приступаем к самой серии. Чем заключается эта карта? Мы попадаем в дом, который через какое-то определенное время взорвется. И нам нужен найти способ сбежать с этого дома до того, как он взорвется. То есть нам нужно убежать от Грифера, можно это назвать. Итак, тут у нас, ребята, всякие туториалы, тут у нас есть правила, правила я все уже прочитал, а можно играть на Изи или на Писфуле. Но давайте мы будем играть на Изи, нам нельзя ставить блоки, нам нельзя ломать блоки. Поэтому, ребята, в данный момент у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 уровней. Больше уровней будет позже, потому что, как видите, карта находится в разработке. Но этот уровень пишет то, что он сильно глючит, поэтому я не знаю, будем ли мы его проходить или нет. Может, мы его немного отложим. Сейчас, ребята, у нас есть тут 5 уровней. И, в принципе, давайте, чтобы не тянуть еще больше, мы приступаем к первому уровню, который называется Make a House a Home. То есть, a home, я не знаю, сделать дом домом, я не знаю, что там в этом роде. И сейчас, ребята, мы будем начинать. И, как вы видите, у нас есть 234 секунды, чтобы найти... Ух, какая страшная голова, чтобы найти какой-то выход с этого дома. А я уже, кстати, тут рычажок заметил. А стоит ли нам туда падать? Опа! Мы нашли сокровище вот этого спрятанного. Какое-то спрятанное сокровище вот этого дома. Замечательно, ребята, и нам сейчас нужно найти какой-то способ, чтобы выбраться с этого дома. Привет! До того, как он взорвется, у нас есть еще 200 секунд. Я вижу то, что тут много башень вот этих башки, башки, башки. И... Так, что у нас тут есть такое? О, кстати. Мы можем как-то туда зал... Да, можем и... Все. Детонейтед. То есть, все. Мы сбежали с дома Грифера? По идее, да, ребята, мы с него сбежали сейчас. Круто. Круто. Это можно видео назвать, как взорвать там тысячи блоков динамита. Но нет, ребята, мы сбежали с дома Грифера. Он взял нас в заложники и хотел взорвать дом вместе с нами. Поэтому, ребята, мы сейчас будем отправляться назад. И, как видите, мы прошли этот уровень достаточно-таки быстро. И сейчас мы можем потратить эти 10 изумрудов, чтобы что-то купить. Потому что тут у нас есть магазин, в котором мы можем себе что-то прикупить. Но, как вы видите, в принципе, магазин ничем нет... Ну, ничего такого тут секретного нет. Это просто обычный магазин, чтобы себя приодеть, чтобы просто-напросто выглядеть как можно круче. Как видите, ребята, нам даже дали 4 дополнительных сердечка. Я не знаю. Ну, это, в принципе, даже очень прикольно. Но, первый уровень мы прошли. Также нам дали бесплатный хавчик. Замечательно. Мы можем кушать. И сейчас, ребята, мы будем приступать к второму уровню. Как видите, у нас есть уже один зачарованный алмазик, который мы добыли с первого дома. Сейчас, ребята, мы будем приступать к следующему. Фантомс Дэй Аут. То есть, какой-то фантомный день. Нифига себе. Как круто то, что вот дом прямо на наших глазах строится. Так, начинаем, ребята. Нам нужно найти способ. Выходить лучше нам не нужно. Я вижу тут зачаровальню. Чаровальню. Так, на первом этаже, как я понял, в принципе, ничего нету. Да, я тут пока что ничего не вижу. Поэтому, ребята, будем продвигаться дальше. Кстати, пока я ищу способ, как отсюда выбраться, ребята. Я хочу вам сказать, что ссылочка на скачивание этой карты уже находится в описании. Заходите, скачивайте и также пытайтесь пройти вот эти все замечательные уровни. И просто-напросто попытаться пройти вот эту всю карту. Потому что она действительно очень даже крутая. Я проверяю сундучки, потому что в сундучках может что-то быть. И может какой-то рычаг или кнопка или что-то в этом роде. В принципе, там я ничего не вижу, куда мы можем пойти. Я вижу кнопку. Я вижу кнопку и я вижу... Все? А я хочу назад отправиться. Я хочу назад отправиться. Я сокровище. Я не нашел сокровища. Я хочу сокровища. В каждом же доме есть спрятанное сокровище. Но в этом я его, к сожалению, не нашел. Ну ладно, прощай домик. Прощай. Охренеть! Все, что осталось, это два блока редстоуна. Две зачаровальни. И куча командных блоков. В принципе, больше ничего не осталось. Это очень даже круто. Второй уровень, ребята, мы уже прошли. И что нам дало? Еще... Сколько еще? 10 алмазиков. Не алмазиков, извиняюсь. А изумрудов. И что мы сейчас можем купить? Ммм... Какая-то... Какая-то... Какая-то палочка. За пять изумрудов. Давайте посмотрим, что это такое. Нифига себе. А удочка. Я знаю, это не палочка. Но все же, ты нас обман... Ой. Ты нас обманул, но все... Да твою мать, а. Ты нас обманул, но все же мы будем продвигаться дальше. Сейчас, ребята, у нас по счету будет третий уровень. Вот я уже смотрю на этот сундук и... Ааа... Ааа... Он нам пишет, лол, то есть ты читеришь. Да нет, я не читерю, это ты нас подкидываешь. Ооо. Ну и так, ладно, давайте лучше не будем туда дрыгаться. И пройдем, ребята, к третьему уровню. Посмотрим, что это такое, что это за дом. И сможем ли мы найти сокровища в этом доме. Я очень на это надеюсь. Ух ты ж. Это какая-то... Начинаем. Это даже не дом нафиг. Это шахта. Я думал, тут только дома будут. А тут, оказывается, не только дома. А тут еще и различные какие-то другие построечки. То есть шахты и многое другое. Я даже не знал, ребята, то, что тут есть и такое. Я думал, обычные домики. Так, сюда мы не можем пройти. Нужно смотреть каждый уголочек. Потому что в первую очередь мы можем найти сокровища. Да. А во вторую очередь мы можем найти выход с этого, с этой шахты. В принципе, у нас еще осталось 200 секунд до того, как она взорвется. Нам нужно найти какой-то, какой-то, какой-то выход отсюда. Но я пока что... Да, я что-то вижу. Я что-то вижу. Так, так, так. Это выход или это... Да! Это, ну, я не знаю, чему бы я радовался. Это, в принципе, не выход. Это... Это сокровище. А, в принципе, даже если бы нашли сокровища, то сокровища не сохранят нам жизнь. Нам лучше было бы найти какой-то выход. А выхода я пока что не вижу. Ребята, вот, нет. Помогите, ребята, помогите мне дать им выход отсюда. У нас осталось 160 секунд. Это, в принципе, не так-то много. Тут у нас ничего нет. Я не могу так же ничего ломать. Выход. Ребята, вот там что-то, что-то, мне кажется, что-то там есть. Потому что это единственный блок земли, если учитывать вот этот. Вот эти, да. Но все же. Вот там мы нашли, да. Тут у нас где-то был проход. Тут у нас где-то был проход. Хммм. Ребята, помогайте. Помогайте. Потому что я не вижу выхода. Это не очень круто. Тут у нас только вот это, да. То есть... Мы... Ой. Вот так. А то я два раза взял. Тут у нас только вот это. Ребята, у нас две минуты осталось. Две минуты, чтобы найти выход с этой шахты. С этой шахты. А может на улице? Может... Может... Я не знаю. Если, допустим, двинуть вот это. Если вот это двинуть, может тут где-то спр... Значит, я нашел выход. Да. Ребята, вы видели то, что я не читерил. Я даже не знаю, что это такое было. Но как вы видели... А может... Может это в принципе так и должно было быть. То есть мы что-то нажали с помощью вагонетки. Потому что, как вы видели, других выходов тут не было. Значит, мы нажали что-то с помощью вагонетки. Наверное, так оно и было. Мы нажали что-то с помощью вагонетки. Нас тэпэхнуло вот туда наверх. Но я пошевелился и упал вот с этой платформы. Или просто-напросто телепорт был слишком кривой. Наверное, так оно и было. Но все же, ребята, мне кажется, что мы прошли этот уровень. Потому что, как вы видели, нас телепортнуло. Но только телепортнуло не туда, куда нужно. Вот, вот, да. То есть все нормально, все работает. Я даже не читерил. Нам действительно нужно было толкнуть вагонетку. Но первый раз нас почему-то очень кривовато тэпэхнуло. Ребята, смотрим на... Да. Да. Ну, взрыв, в принципе, я могу подтвердить то, что взрыв... Да. Действительно был такой эпичный и очень длинный. Но, ребята, мы... Это что-то бабахнулось. Это ты курочка-яичко снесло или что? Но все же, ребята, мы приспаем к следующему уровню. Криперс Анатомии. То есть Анатомия Крипера. Неужели мы внутри Крипера будем? Я видел, я видел, я видел, я видел. Just find the lever. То есть нам нужно просто найти рычаг. Я видел то, что там где-то был... О, вот, вот, вот. Time to go. То есть время, чтобы уходить. Да, но я, в принципе, нашел рычаг. И что дальше? I guess they... Да нет! Назад, назад, назад. Я полагаю то, что они... То есть я полагаю то, что... Короче, это все? Это нам просто сюда нужно встать? И все? И все? И это такой простенький уровень? И что? Я надеюсь, что нет. Нет. О, ну, к какой-то степени я надеюсь, что нет. А сейчас мне нужно найти выход отсюда. Я, в принципе, нашел... Я, ребята, нашел спрятанные сокровища, но я не нашел выход отсюда. В принципе... О, вот, вот. Нет, я сюда не могу. Я сюда не могу пробраться. О, все? Так, просим. Ух ты, какой крипер. Наполовину скелет, наполовину крипер. То есть это нам показывает, с чего состоит крипер. Как это называлось, анатомия крипера. И сейчас, ребята, мы смотрим... О, как круто крипер взрывается. И, в принципе, секунды до того, чтобы взорвать гигантского крипера. Это не так-то много. Но, ребята, очередной уровень мы прошли, с чем я вас всех поздравляю. Сейчас нас не пахнет домой, и мы посмотрим, сколько у нас еще уровней осталось, да? И... так. Так, куда я пошел? Нет, нам сюда нужно. Нам сюда нужно, ребята. Крипера мы прошли, и у нас еще осталось два последних уровня. Этот лагучий, я не знаю, будем ли мы его проходить. Этот... Бэй. Что-то там пиратский. И что-то там, не знаю. У нас идет загрузка блоков, да? Да. То есть, корабль пиратов, да? И нам нужно найти выход с этого корабля пиратов. Так. Там у нас есть палубы. У нас есть тут... Ничего у нас тут нету. Тут у нас тоже ничего нету. А где у нас каюта капитана? Да, какая-то пустоватая каюта капитана. В принципе, она должна быть куча там... Бабок, куча сокровищ, куча рома, да? То, что пираты любят. Куча женщин, можно даже сказать. Это все нафиг. Я даже сокровищ... Это летающий корабль. Это нахрен как будто щит с мстителей, да? Летающий вот этот корабль. Но я не хочу... Так. А я могу опять туда пойти? Я хочу найти сокровища нафиг. Ребята, я могу вернуться. Вот что мне интересно. Ну, в какой-то степени я могу вернуться. Но я нашел, ребята, выход. Но давайте, знаете что? Давайте, знаете что? Давайте мы так быстро спешить не будем. А нам нужно еще хотя бы попытаться найти сокровища. Потому что я хочу сокровища пиратов. Но, как я заметил, то, что время у нас уже остановилось. Это, в принципе, уже означает то, что... Вот, нет. Крепец на... Ну, нет. Это обычный стол. Ну, что-то в этом роде. Как видели, ребята, время у нас уже остановилось. Поэтому вряд ли мы сможем... Сможем-сможем продолжить. Но, как видите, действительно, корабль очень большой. И найти сокровища на вот этом корабле будет не так-то просто. Потому что тут, как видите, очень много мест, где может быть спрятана вот эта плита. И найти... Или, может... Или, может, даже нам нужно на какой-то рычаг нажать. Не на рычаг, а на какую-то кнопочку. Кнопочку надавить. Это, если честно, еще намного дольше будет, чем я предполагал. Поэтому, знаете что, ребята? Да ну в жопу это сокровище пиратов. Как вы думаете? Вы со мной согласны? Вы со мной согласны, ребята? Может, мы просто отсюда уйдем? Да и все. Что мы тут забыли, да? Ничего мы тут не забыли. И, к сожалению, сокровища пиратов я так и не нашел. Поэтому, ребята, мы будем отсюда выбираться. Сейчас бы мне вспомнить, где я... А, где я нашел... Вот ту плиту нажимную. Ха-ха-ха. Она где-то тут была. А мне кажется, или она уже просто пропала. То есть, мне, наверное, таким же образом, как я сюда и пришел, нужно возвращаться обратно. Да, ребята. Таким же образом, как я сюда пришел... Тут... Тут сокровища! Так, я... Как я полагаю, это туча. То есть, идет дождь. А-а-а... И дайте я... Дайте я просто сюда пойду и нажму на вот это. Нам действительно дали сокровища пиратов. Вот мне просто интересно, как я должен сюда был попасть? А-а-а может... А может, нам нужно было зайти сюда? Ну, знаете, как будто мы стоим на вот этом таком вентиляторе, и он нас подбросит вверх. И мы залетим сюда. Но, мне кажется, эта карта не настолько продуманная, чтобы вот такие подробности иметь. Поэтому, вряд ли, вряд ли, вряд ли я могу обратно туда как-то... Ну, допустим, вот так. И сейчас, ребята, мы будем смотреть, как взрывается вот этот корабль, если я, конечно, не поломал карту. А, в принципе, мне кажется, то, что оно так и есть. А-а-а... А-а-а... Круто! Ну, что будем делать? Будем переустанавливать карту, да? Да. И знаете, ребята, что? Я заметил то, что на сложных уровнях у нас есть дофига других различных карт для прохождения. То есть, не только на изи, а и на других, то есть, на сложных. Ну, я даже это не заметил. А-а-а... Ну, можно считать то, что пиратский летающий корабль мы прошли, хоть он, в принципе, был и логучий. Сейчас будем заходить на... А-а-а... Следующий уровень, который называется то, что он, в принципе, очень сильно логучий. Я это, наверное, уже смог заметить, потому что у нас даже сам уровень не играет. Грузится. Я вижу, там какую-то постройщик. Это, мне кажется, должен был быть какой-то, я не знаю, замок, что ли. Я вижу, какие-то там таблички. Там, в принципе, что-то даже написано. А-а-а... Детонейт. То есть, всё? А-а-а! Мы прошли на финал! У-у-у! Взрываем и уходим! Ну, ребята, как вы поняли, карта немного логучая. А потому что она находится только в разработке. Но первые уровни меня очень сильно порадовали. Если честно, если разработчик будет продолжать создавать новые уровни, в принципе, продолжать создавать эту карту, то кажется, что карта действительно будет очень даже крутой. Ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта карта. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И даже если не учитывать то, что карта немного логучая, всё же, ребята, я буду рад, если вы поставите лайк. 2500 лайков, выходит новое видео. Никогда не забываем об этом. И всегда думайте о том, что, ребята, каждый лайк для меня делает... То есть, мне приятно за каждый ваш лайк. Никогда не забывайте это, ребята. Потому что, действительно, это не так-то сложно потратить секунду, чтобы поставить лайк и секунду, чтобы подписаться на мой канал, ребята. Потому что за каждый подписчик для меня, как друг, я всегда к вам отношусь с большим уважением. Поэтому, ребята, пожалуйста, я буду действительно этому очень сильно рад. Спасибо тем, кто смотрел это видео до конца. Всегда приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я всегда буду рад видеть вас на просмотре очередного видео Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока!